Несколько дней тому назад, 27 декабря, ранним утром, 93 пассажира и 5 членов экипажа, пассажиры приобрели билеты заранее, кто-то с детками, планировали провести вместе Новый год, сели в пассажирский самолет в аэропорту города Алма-Ата. Самолет взлетел. Через несколько короткое время он исчез с радаров и потеряли общение с диспетчерским пунктом. Оказалось, что не набрав высоту, самолет рухнул невдалеке от аэропорта на двухэтажное здание. Погибло 12 человек. Множество было травмировано. Я слушал и видел свидетельство одного молодого человека, который остался жив, совершенно невредим. Только тогда, когда он выбирался с окна самолета, он поскользнулся, потому что самолет был обледенелый, и он поранил немного себе колено. И он говорит, что люди, которые сидели впереди, в носовой части самолета, больше всего пострадали. Буквально передо мной люди, которые сидели, кресла сложились от удара. Я остался жив. Братья и сестры, за одно мгновение судьбы многих людей были разрушены абсолютно. Кто-то больше никогда не увидит родного и близкого. Кто-то останется инвалидом, коллегой на всю жизнь. Кто-то будет вспоминать это падение, эти мгновения, всю свою жизнь и никогда не забудет, как страшный кошмар. Вы знаете, что наша сестра Надя, которая живет в Германии, она с нами была не так давно. Было два месяца с нами. Мы проводили время, общались, беседовали. Когда мы возвращались, я ее встречал и в аэропорту, и отвозили в аэропорт. И она сказала, что за все эти 19 лет или 18 лет со дня трагедии их семьи, когда погибла вся его семья, вся ее семья, муж и трое сыновей, она каждый день видит сон. Каждый день видит какой-то сон, связанный с этой трагедией. Она привела такой случай, который я никогда еще не слышал из ее трагедии. Когда случилась авария и когда готовилась семья к похорону, брат Пети с двумя братьями пришли в их городе в дом похоронный для того, чтобы заказать гробы. Нужно было четыре гробы, гроба для Пети и троих сыновей. И когда они зашли в офис и сказали, нам нужно четыре гроба, служащий удивленно посмотрел, встал и говорит, пойдемте со мной. Он завел их в зал, и там стояли четыре гроба. Большой, взрослый, двое поменьше и четвертый совсем маленький для ребенка. И он сказал, эти гробы? Говорят, да. Он говорит, я не понимаю, что происходит. Несколько дней тому назад мой помощник, я ему сказал, чтобы он заказывал гробы. Так делаем, жизнь такая, мы хороним людей, это их работа. И когда он заказал, я пришел, посмотрел, я говорю, зачем ты заказал эти гробы, кому не надо? Особенно вот эти детские, говорит, что-то здесь не так. Говорят, я сам не знаю, привезли им, сказали, вот принимайте. Братья и сестры, мы сегодня говорим об очень важной, серьезной теме. Судьба человека. От кого она? Сегодня тысячи и миллионы вопросов задают люди и верующие, и неверующие люди, и хотят получить ответ. Нет, что происходит в жизни, кто управлял теми людьми, которые находились в кабине пилотов, почему не могли справиться? Почему молодой человек, когда заказывал этот билет, ему попался, повезло билет, когда он сидел сзади? Если бы он впереди находился, братья и сестры, когда мы рассуждаем о теме судьбе, есть много книг написанных. И когда я готовился к этой теме, я прочитал много, знаете, свидетельств различных. И когда люди пишут о своей судьбе, там встречается много примеров непонятных для нас людей, как положительных, так и отрицательных, трагических, непонятных. К счастью, есть и прекрасные примеры. Какая-то встреча двух людей изменила их жизнь, их судьбу. Образовалась прекрасная семья. Какой-то случайный звонок, простите, я буду называть эти слова, пользоваться, то, что пользуются люди. Видите, какой-то случайный звонок способствовал тому, что что-то произошло хорошее. Какая-то встреча людей, двух людей, говорит, случайно встретились. Братья и сестры, и таких примеров, таких рассуждений можно проводить очень и очень много. И согласитесь, братья и сестры, ответов от этого не уменьшается, а наоборот увеличивается. Сегодня будем рассуждать о судьбе человека. И понимание этого вопроса, как я уже сказал, беспокоит и будет беспокоить всех людей. Люди хотят знать свою судьбу, предвидеть свою судьбу, заглянуть немного наперед. Вот, существует множество взглядов на эту тему, в зависимости от религиозности человека, его мировоззрения, культуры, в которой он живет, времени, в которой он жил, окружающих людей, которые живут. Позвольте, братья и сестры, сегодня представить для нашего рассуждения в конце уходящего года два противоположных, противополюсных мнения, взгляда, позиции, взгляда или точки зрения на этот вопрос. Первый. Хотел бы обратить чисто такой материалистический. Люди мира сего, как они рассматривают этот вопрос. Почему это очень обыденно? Мы живем среди людей, мы слышали. И, может быть, сами где-то, может быть, невольно и участвуем. Давайте проанализируем себя. Настолько мы правильно понимаем вопрос судьбы человека. Я просмотрел много высказываний, более 800 высказываний. Сегодня люди говорят о судьбе. Я избрал только десяток общеизвестных. Когда люди планируют, хотят, как бы, свою судьбу, чтобы жизнь сложилась удачно, они говорят такой высказываний. Человек – хозяин своей судьбы. Не правда ли? Знакомое выражение. Человек – хозяин своей судьбы. Вы сами планируете, вы ответственные. Древнегреческие философы говорили так. Судьба согласных с ней ведет, а несогласных тащит. Люди говорят, фатализм – неизбежность. От судьбы не уйдешь. Чему быть, того не миновать. Люди говорят о превратностях судьбы. Когда происходит что-то непонятное и не чувствует какое-то влияние, какая-то сила, кто-то стоит над ними и говорит, что за превратности судьбы. Люди говорят об испытания судьбы, когда происходят какие-то горе, трагедия. Люди говорят, по иронии даже судьбы называют. И по иронии судьбы или по какой-то счастливой случайности мы встретились. Люди называют «слепая судьба». Проводить, братья и сестры, можно очень много. И эти высказывания, они возникли не на пустом месте. Эти высказывания являются результатом того, что люди хотят найти ответ. Нет, потому что представлен какой-то жизнь, их мир, какой-то хаос, какой-то случай, какое-то стечение обстоятельств. И я хочу сказать, что дьявол очень пользуется сегодня эффективно над тем, что люди не понимают правильно этот вопрос. Как много сегодня воспользуются люди услугами гадалок, ясновидящих, экстрасенсов, те, которые следят за гороскопами, люди подчиняют свою жизнь всем этим вещам, всем этим моментам. Для чего? Для того, чтобы каким-то образом выстроить свою судьбу правильно, потому что люди хотят, чтобы ихняя жизнь сложилась правильно. Поэтому люди сегодня, к сожалению, многие уловлены, они водимые буквально нечистыми духами, сатаной, который ведет человека в погибель. Обратите внимание, как звучит текст Священного Писания, который сегодня является для нас предметом рассуждений. Как уже было сегодня прочитано, там, где мудрый Соломон говорит, многие ищут, 29 глава, 26 стих, многие ищут благосклонного лица правителя, первая часть. Почему так мудрый Соломон рассуждает? Почему люди ищут благосклонного лица правителя? Очень простой ответ. Чем больше занимает человек должность, тем больше имеет возможностей, силы, влияния. Человек может помочь. Все люди, которые, да, хотят получить где-то работу, значит, поближе нужно познакомиться, может быть, с президентом компании, расположить его сердце, то есть его лица, для того, чтобы он устроил, например, хорошую работу. Особенно это известно знакомо людям, которым мы жили в прошлое время в том Советском Союзе. Все было построено на знакомстве, на связях, для того, чтобы можно было что-то получить. Знакомый врач, знакомый юрист, знакомый милиционер и все прочее. Люди ищут благосклонного лица правителя, то есть того человека, который обладает властью. И люди готовы делать все возможное для того, чтобы их жизнь была устроена, их судьба была хорошей, доброй. Братья и сестры, но есть вторая часть этого стиха. Стоит маленькое слово «но», которое противопоставляет этой идее, этому взгляду, этому мировоззрению. Писание говорит, но судьба человека нет лица правителя ни от случая, ни от какого-то удачи какой-то, но от Господа. Давайте рассмотрим чуть ближе это слово «судьба». Как уже было отмечено, братья и сестры, это слово в русском языке имеет корень, обратите внимание, первые три буковки – суд. Чем занимается суд? Суд выносит решение, правда? Суд занимается тем, что он выносит определение решения. И от решения суда зависит многое. Суд вынес приговор свой, поставил точку. Никто не может оправдать, никто не может возразить. Многие судьи сегодня обладают этой властью, решают судьбы людей. Суд вынес приговор 10 лет, например, тюрьмы или еще что-то, какие-то другие приговоры. Интересно, в славянской Евангелии, на древнеславянском языке, там, где стоит слово «судьба», там стоит слово «суд». Писание говорит о том, что Бог, Он судья всей земли, поступит ли несправедливо. Он выносит свое решение. Он выносит свое определение. Обратите внимание на текст Священного Писания, где есть слово «судьба». Вместо него мы поставим слово «суд». В послании к римлянам, 11 глава, 32 и 32, 33 стих. Апостол Павел говорит, очень важная глава. И он говорит в 32 стихе 11 главы, «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Слово «помилование» происходит, на суде решается. «Осудить» или «помиловать». Павел говорит, Бог заключил всех в непослушание, чтобы вынести свой приговор, чтобы помиловать. И он не понимает этого. Каким образом, Господи, Ты заключаешь в непослушание и затем выносишь свой суд помиловать? И он восклицает в 33 стихе, обратите внимание, он говорит, «О, бездна богатства, и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его». Суд Его, говорит, непонятен, неследимы пути Его, Господи, как велика Твоя милость. Обратите внимание, драгоценная истина. Апостол Павел раскрывает и говорит, что Бог вынес свое решение, свой суд всех помиловать. Бог хочет, чтобы в судьбе каждого человека была проявлена милость Его. В украинском языке слово «судьба» звучит немножко по-другому. Доля. Така у него доля, кажут люди. Буквально в переводе это означает «часть земли» или «отрезанный кусочек». В теории музыки тоже существует это понимание. Например, при размере три четверти в одном такте есть одна сильная доля и две слабых. И музыканты этим пользуются и тоже говорят, да, доля. Володя уже говорил о том, что упоминал Давида. Который понимал, что его часть, его доля, его судьба это не хаос, это не случайность, это не какая-то лотерея. И он восклицает, «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой или выбор. Жребий – это выбор. Ты держишь мой выбор, мой жребий». Еремия тоже хорошо понимал, обратите внимание, настолько люди в древности, пророки, мужи Божии, они понимали, что ихняя жизнь, ихняя часть, ихняя доля, судьба связана с Богом. Плач Еремии, 3 глава, 24 стих, он тоже говорит, «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Итак, братья и сестры, судьба, суд, который выносит Господь, доля, часть наша, она в Господе. Обратите внимание, настолько совершенно по-другому, настолько она радикально отличается от понимания людей мира сего. Здесь нету хаоса, нет случайности, нету еще чего-то. Здесь есть Божий порядок, Божье водительство. Я хотел бы еще привести некоторое сравнение или понимание определения этого слова. Мне кажется, оно самое правильное, самое большее, библейское, богословское. Это библейское слово предопределение, знакомо, правда? Предопределение. Это слово подразумевает, что Бог заранее определил, что будет происходить во всей вселенной. на этой земле в жизни многих и многих людей израильского народа либо церкви. Есть два очень близких взаимосвязанных понятия Божьего предопределения. Это промысел или провидение. Промысел или провидение – это замысел, это план, который Бог имеет. Все, что Он спланировал, все, что Он определил, все, что Он предвидел наперед, не только предвидел, но и устроил, запланировал. Об этом говорит Писание. Интересно, что провидение, буквально с латинского языка, это калька. Видеть насквозь. Копирка, калька, провидение. Я думаю, братья и сестры, что такой взгляд на судьбу человека в корне все меняет. Здесь нет места случайности, еще раз повторяю, нет места хаосу, удачи, непоследовательности, еще каким-то. А есть Бог, мудрый Создатель, который сотворил Вселенную, дает жизнь каждому человеку, и эту жизнь наполняет определенным смыслом, содержанием, целью и, конечно же, благословенной вечностью, о которой мы рассуждали в прошлое воскресенье. Я хотел бы посмотреть на некоторые тексты Писания, подтверждают Писание то, о чем мы сейчас говорим. У кого есть Библия, давайте откроем книгу пророка Исаия, 46 глава, 9, 10 и 11 стих. Обратите внимание, что говорит пророк древний с 9 стиха, если можно брать, откройте, 46 глава книга пророка Исаия, 9, 10 и 11 стих. Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. 10 стих. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, то, что еще не сделалось, говорит, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. 11 стих. Он говорит, я возвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Удивительные слова, братья и сестры, они раскрывают, и Бог не скрывает от нас людей, о том, что он не делает, знаете, как бы вот мы сегодня сделали, ну а завтра там будет видно, абсолютно нет. Удивительная картина, удивительное понимание Бог своей премудрости от начала в своем совете определил все, что будет происходить на этой земле. И пророк Еремия тоже говорит, плач Еремия, 3 глава, 37-38 стих, обратите внимание, он задает вопрос, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Он говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. 38 стих, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие, обратите внимание, он подчеркивает на уста Господа, то есть уста Господа они произносят, это суд, это решение, это совет в другом переводе. Мой совет состоится, Бог говорит, это его решение от определения. Друзья, мы задаем вопрос, Господи, 27 декабря ранним утром, когда люди садились в самолет, это был твой совет, это было твое решение, это было твое предопределение, это было твой промысел, мы говорим, да. мы не все понимаем, братья и сестры, не все поймем, мы будем жить на этой земле, братья и сестры, уповая и доверяя нашему Господу. Более того, братья и сестры, Бог не только предопределил, предвидел, я бы хотел еще обратить внимание более предметно конкретно на личность самого человека, мы говорим сейчас о глобальных вселенских масштабах, то, что происходит во Вселенной и будет происходить, и никто не станет на пути Божьего провидения. Давайте откроем книгу Псалмом, 138-й Псалом. Книга Псалмом, 138-й Псалом. Давайте посмотрим немножко на личность самого человека и на отношение Бога с человеком. Как Бог выстраивает судьбу человека. Обратите внимание Псалом Давида с 1-го стиха. С 1-го по 6-й стих Давид подчеркивает о том, что Бог все знает о каждом человеке. Смотрите, как он пишет. Господи, ты испытал меня и знаешь. Господи, что ты знаешь? Второй стих. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь, помышления мои издали. то есть мы сидим братья и сестры, как бы будем завтра рассуждать, что будем сегодня за столом рассуждать. Мы не знаем, мы можем предполагать. Давид говорит, Бог, ты знаешь, о чем я буду говорить и рассуждать. Он говорит, третий стих, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Четвертый стих, еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве. Пятый стих, сзади из сперги ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою, и он восклицает дивно для меня ведение твое. Высоко, не могу постигнуть. Даже, он говорит, если даже куда пойду от лица твоего, от духа твоего, от лица, куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Интересно, с 13 стиха он говорит не только о том, что Бог знает, а на то, что настолько Бог близок к судьбе каждого человека. Обратите внимание, братья и сестры, как он говорит, ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве твоей. И дальше обратите внимание, 15 стих не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в углу, в глубине утробы. 16 стих зародыш мой видели очи твоей. Поразительно, братья и сестры, настолько Бог близко, показывает Давид, участвует в судьбе и в жизни каждого человека на примере своем. Не просто Бог определил законы определенные, плодитесь, размножайтесь, рождаются люди, Бог участвует, ни один человек, пришедший на эту землю, это не есть просто случайность, это Божий промысел, Божья воля, Божье определение. Бог не только знает, но Бог определяет и Бог направляет жизнь человека. века. Обратите внимание, в 16 стихе есть очень важный стих, на который бы я хотел очень кратко остановиться. Вторая часть, Давид говорит так, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Господи, какие дни? Особые? хорошие, плохие? Я бы выделил с большой буквы все дни для меня назначенные. Давид говорит, Бог знает вот сколько человек проживет и назначил определенное ему время. 80 лет, один день, 100 лет. Обратите внимание, что это за книга. В Священном Писании есть несколько книг, которые имеют отношение непосредственно к Богу. Их нашел несколько. Книга Праведного с большой буквы в книге Иисуса Навина. Очень интересно. Посмотрите дома в 10 главе. Книга Праведного. Книга Господня пророк Исаия говорит. Книга жизни, книга Откровения говорит. И книга памятная. Последнюю оставим очень кратко. Малахия 3 глава 16 стих. Откройте, пожалуйста. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Вынимает Господь и слышит это. И при лицом его пишется памятная книга о боящейся Господа и чтущих имя его. Просестры, вот это момент, где Давид говорит, в твоей книге записанные дни. Позвольте предположить, можете не согласны, может быть, у вас другое мнение. Я думаю, что Давид говорит не о содержании самой книги, а о количестве, которое Бог дает дней наших. Я не думаю, что Бог расписал абсолютно, и там в этой книге есть расписание, встал в 7 утра, почистил зубы, принял завтрак, почитал, пошел на работу. Просестры, абсолютно не совсем так, не думаю, что у Бога так есть. Бог определил время странствования человеку на этой земле. Но здесь написано, говорит, что пишется памятная книга при лицом его обоящихся Господа и чтущих имя его. Возникает вопрос очень важный, самый главный. Влияет ли человек на свою судьбу? Участвует ли он, либо он просто маленький механизм в этой глобальной, сложном Божьем процессе Божьего творения, когда он творил, созидал, ведет? Я думаю, братья и сестры, что участвует и очень участвует. Давайте посмотрим на одну очень важную картину, которая представлена в Священном Писании. Если мы обратимся к книгу «Бытие», третья глава, мы встретимся там с человеком, Божьим творением, который Бог одел его в эти кожные одежды, чтобы прикрыть его наготу, который потерял все общение с своим Творцом, невинность потерял, то, что Бог наделил его властью над этим миром, и он находится вне Едемского сада, потому что стоит Херувим осеняющим мечом огненный, дверь в Едемском саде закрыта. Мы встречаем Адама, который разрушил свою жизнь, свою судьбу. Но мы видим Бога, который не изменил свое отношение по отношению к человеку, не забыл его, не отверг, не перестал любить, миловать и искать разорванных отношений с человеком и восстановить его жизнь, его судьбу. При этом рассуждением, братья и сестры, важно помнить, что Бог сотворил человека не безликим, спрограммированным мышлением, не безвольным рабом, а личностью, способной мыслить, любить, принимать решения и хорошие, и плохие. Эти решения Адам принял в Едемском саду, обольстившись грехом, обольстившись злом. И за эти решения Он поплатился не только Он, но поплатилось все человечество. Он сделал этот роковой выбор. Но Божий замысел, Божий промысел, Божье предведение остается по-прежнему доброе, благое, хорошее. Пророк Еремия, 29 глава, 11 стих, Он говорит так, Господь, ибо только Я знаю намерение, как и имею вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И там есть одно условие в 12 стихе, обратите внимание, если, в 13 стихе, в 13 стихе, если взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем. Обратите внимание, то есть Бог хочет дать человеку будущность и надежду, и Он знает, что, какова должна эта будущность, но при условии, если только послушаетесь, если найдете, если взыщете всем сердцем. Также мы видим, что Бог заботится о судьбе человека и постоянно, братья и сестры, предупреждает Его, Он направляет Его. Братья и сестры, мы унаследовали от Адама эту греховную природу, которая всегда будет бунтовать, не соглашаться, всегда будет искать свои пути, и от этого страдаем мы сами. Поэтому Господь, понимая нас, зная, в каком мы находимся по отношению к Нему, Он постоянно направляет человека, постоянно увещевает его. Обратите внимание, как Он говорит, пророк Иеремия, 6 глава, 16 стих, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Он не сказал, вы знаете, что ваш путь абсолютно предопределен, вам бесполезно что-то делать, вы запрограммированы, вы никуда не уйдете, Он дает им право выбора, остановитесь, рассмотрите, расспросите, и узнайте, идите по этому пути, обратите внимание реакции человека, но не сказали, не пойдем, обратите внимание дальше, и поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звук отрубы, но не сказали, не будем слушать, но не сказали, не будем слушать, братья и сестры, не случается ли в нашей жизни, когда мы говорим судьба человека от Господа, то возникает вопрос, почему сегодня так много разрушенных судеб, почему сегодня так много верующих людей, несчастных людей, влачащих свою жизнь, как существование, семьи разрушаются, неустройство в семье, в личной жизни, Господи, где эти слова, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком, неужели судьба человека была от Господа, давайте посмотрим, например, в Ветхозавете одного человека, судьбу, которую изменил в одно мгновение, давайте вспомним самого первого царя Израиля, как его имя было, Саул, мы хорошо знаем, открываем первую книгу царств, тринадцатую главу, история отвержения Саула, помните, что ему сказал Самуил, ожидай семь дней, проходит семь дней, а Самуила нету, и он начинает жертвоприношение, возвращается Саул, Самуил и спрашивает, что ты сделал, первая книга царств, тринадцатая глава, тринадцатый стих, и сказал Самуил Саулу, худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, обратите внимание, следующие слова очень важны, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем как долго, навсегда, неужели, если бы я послушался, если бы не начал совершать жертвоприношения, если бы Саул дождался Самуила, Самуил возвращается и говорит, Саул, Бог упрочил твое царство навсегда, обратите дальше, 14 стих, но теперь, но теперь что-то произошло, но теперь не устоять царствование твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, братья сестры, интересно, правда, а что жизнь Саула должна быть, могла быть по-другому, или, Господи, или ты просто так пошутил, так сказал, вот знаешь, Саул, если все было так в твоей жизни, упрочил бы Господь царство, да, я верю слову Господню, Самуил не ошибся, он говорит, упрочил бы твое царство навсегда, но ныне, теперь, не устоять царству твоему, братья сестры, кто устроил жизнь Саула, судьбу его, участвовал он в своей судьбе, либо нет, да, участвовал, вдумайтесь только, одно неправильное действие, и все поменялось, братья сестры, а в нашей жизни могут быть такие обстоятельства, когда мы сами участвуем в своей судьбе, в своей жизни, что-то не сделали, что-то не исполнили, и жизнь наша, смотрим, почему так, Господь, люди говорят, от судьбы не уйдешь, но это не так, это ложь, Писание говорит, что посеет человек, то он и пожнет, Бог не определил Самсону с выколотыми глазами молоть на филистимлян, братья сестры, Бог не определил Давиду убегать от сына Авесолома, но униженный через свое падение, через свой грех, он пожинал то, что он посеял. Смерть Уриихи Теянина, мужа Версавии, во время сражения с аманитянами не была его судьба, братья сестры, а было предательство его военачальника Иоава по указанию царя Давида. Братья сестры, в нашей жизни есть много примеров, когда мы смотрим и задаем вопрос, почему так? Кто был в городе Сакраменто на кладбище, там есть целая аллея, когда проходишь и смотришь время рождения и время дата смерти 18-20-21-25, десятки и более молодых людей. Это была судьба от Господа, когда узнаешь немножко ближе, родители сегодня оплакивают непослушание своих детей. Экклезиаст мудрый говорит, 7 глава, 17 стих, не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Зачем тебе умирать не в свое время? Я вспоминаю свидетельство одной сестры, пожилой сестры, прожила жизнь, она рассказывает, в свое время она проявила непослушание своим родителям и Господу. Родители говорили, не выходи замуж за этого, не веруй в человека, не будет счастья, не будет благословения, я не послушалась. Вся моя жизнь муж изменял, муж бил, я пряталась от него, я разрушила свою жизнь, в результате дети выросли вне спасения, вне Бога, вне церкви, муж умер. Почему так? Плач Еремия говорит 3 глава 39 стих. Зачем сетуй человек живущий, всякий сетуй на грехи свои? Всякий сетуй на грехи свои. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, Господь отмерил нам прожить этот год. Что было в нашей жизни сделано? Все наши действия, все наши слова, все наши разговоры, все наши звонки были ли правильны, взвешены? Поставил ли Господь печать свою на них? Господь по милости своей через несколько часов переведет нас в 2020 год. И так хотелось бы заканчив этот год воспользоваться советом Господа, который он дал еще израильскому народу в книге Второзакония, 30 глава, 19 стих. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословения и проклятия. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Братья и сестры, обратите внимание, два пути, две судьбы. Бог не говорит я запрограммировал тебя в твоей личной жизни произойдет абсолютно все и вы никуда не идете. Это фатальность, это языческий взгляд. Человек участвует в жизни своей, в спасении своем, которое Бог предлагает. И мы видим настолько ясно я предложил тебе жизнь и смерть, Господи, даже смерть предлагаешь, когда в вечности пристанет каждый человек, братья и сестры. Никто не сможет упрекнуть Бога. Господи, ты не дал мне возможности. У меня не было выбора, я не был свободный. Братья и сестры, Бог предлагает сегодня избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Пусть нас, Господь, благословит быть мудрыми, братья и сестры, дорожить временем, прислушиваться к Господу, жить по Его святым заповедям, тогда мы увидим свою жизнь и потомство наше благословенным. Аминь. Давайте помолимся Господу и поблагодарим Его. Глядь. 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 Продолжение следует...